Привет, привет ребят, привет мои хорошие. Давно с вами не виделись, но был на работе. Соответственно, для тех кто не знает, мы работаем, Иришка, я, ну Иришка, соответственно, сейчас не работает. И те новости, которые произошли, появились, ну и наверно вам интересны. Дело в том, что пришло вот таких вот два письма. Одно из них это на наше заявление. Ну, что мы писали, как бы возбуждено, как бы административное правонарушение. И другое дело, что на нас написали заявление, и тоже возбуждено, как бы административное правонарушение. Самое интересное, что, как оказалось, в этом заявлении написано, что мы якобы рукоприкладствовали в отношении Юли, да. У нее ушиб мягкого лба, лба, мягких долей, нет, сейчас, мягких тканей лба, вот. Ну и, соответственно, на этом основании возбуждено вот это административное правонарушение. Но, сразу, сразу хотелось бы сказать, что на фоне вот этого, вот этой информации, которая получена, есть повод заявиться в полицию, дополнить свои показания, ну, это соответственно, и разувечить те, которые написала Юля. Потому что есть доводы, доказательства и так далее и тому подобное. То есть ситуация для них несколько усугубляется. Но, опять же, что из этого получится, время покажет. Ребят, не буду прям там настаивать и говорить, что все это, как бы, хорошо и ровно выльется, но приложим к этому однозначно все усилия. А теперь, ребят, для тех, кто говорит, что они правильно все сделали, так и надо было сделать, и что т.д., т.д., ну, в этом русле, давайте представим просто ту ситуацию, когда вы сидите дома, спите, в 12 ночи вас будят, вы выходите на улицу, именно вы, да, вот, кто писал, потом пытаетесь уйти, неоднократно просив людей уйти, и вас за волосы вытаскивают из собственного частного домовладения. Не придворовая территория, как пытаетесь вы написать, можете посмотреть, именно из двора вытаскивают за волосы. И если вы считаете это нормой поведения, то, в принципе, я не знаю, куда вообще катятся нормы, морали, законы, ну, такое, в принципе, не должно быть нормальным. То есть это преступная деятельность, ну, на мой взгляд, и преступная деятельность должна быть наказана как минимум, а люди, поддерживающие преступную деятельность, ну, как минимум, являются тоже преступниками. Ну, мыслительный процесс работает как так, если я не прав, ребятки, ну, просто поправьте меня. Вы же можете представить, что вам сообщили, что вашу мать так вытащили за волосы из двора, вашу сестру, дочку, и вы будете считать, что это норма. Я не знаю, какая каша у вас в голове, чтобы вот это всё считать нормой. Ну, а сейчас, ну, а сейчас, ребятки, лечу до Иришки в больницу, и включимся уже там. Я сейчас спрыгну, спрыгну, ребят, ребят, я у Иришки, она получает процедуры, скажи здоров. Долго вообще-то пройти? Сейчас уже быстрее. Ну что, ну что, ребят, приехал с больницы, Иришки назначили новой как анализы, не анализы, процедуры, короче, назначили потому что шейный отдел так же, как, болит, и, соответственно, узнать и понять, что с ним нужно. В больнице этого нет, и едем как в частную клинику делать, соответственно, брать вот эти бумаги и показывать доктору для дальнейшего лечения, скажем так. Ну, а сейчас надо чуть-чуть посоветиться по дому, ой, потому что жизнь продолжается, и сейчас покажу, что будем делать. Дело в том, что, ой, помните, помните вот эту катушку, ребят, на работе я пытался и косить, потому что косилка это лучше, чем рабочая, и, как бы, как бы, как бы, короче, я ее навернул, вот эта нажималка пуш, с вот этой стороны, она просто обломилась, и, видите, катушка теперь рассыпается. Фух, а дело, дело в том, что косить-то все равно надо, порядок хотя бы какой-то навести, и была приобрена вот такая штуковина, сейчас я покажу, как бы, ребята очень рекомендовали, думаю, люди, которые пользовались такой штукенцией, порекомендуют ее как классную, пушистую и требующую к использованию, то есть, она состоит из двух частей, а тут левая резьба, вот так вот, оп, вот это прикручивается к косилке гайкой, как обыкновенный диск, а вот эта часть просовывается леска, ну, вот эта она распотрошится потом, и вот этой гайкой зажимается, то есть, в принципе, металл, фух, можно сказать, неубиваемая штукенция, ну, в принципе, сейчас ее испытаем в действии, но предварительно, ребят, предварительно хотелось бы вот здесь разгребти, потому что кролики едят сено, рассыпают, жорики, курочки копаются, растаскают, короче, мрак, мрак тут неимоверный, и поэтому тут надо прибраться, а когда уже приберусь, попробуем косить. Да, Джош, ты же великоепный паинь, да, очень великоепный господин. Самчик. Джока, что ты там скребешься, а, бандит? Тут мне такой комплимент забабахали, ребят, Найля написала, что я выгляжу на все 50 лет, хотелось бы, конечно, повзрослее быть, по-мужалей, что ли, такой эдакий мудрый старичок, доносящий свою мудрость с экрана, с виду мудрый, ну, и такой и понутенький внутри, но вид этого старичка вносил бы некое доверие в наш контент, ну, пока только на 50, к сожалению, ну, возможно, она не договаривает, а я выгляжу уже гораздо старше, тогда это было бы ещё приятнее. Ну что, ребят, погнали, наши городские. Давно-давно пора, но пора пришла только сейчас, к сожалению. Кстати, кстати, ух, ребят, насчёт срача, многие цепляют этот фактор, но, я так понимаю, зацепить больше не за что. Да, Жока, да, да, мой красавчик, да. Сейчас, сейчас вам расскажу анекдот в тему, возможно, вы поймёте специфику этой направленности. Ну, короче, едет мужчина пьяный в общественном транспорте, до него доколёбывается женщина и говорит, мужчина, вы пьяны там, ну, и всё такое, он поднимает на глаза, на неё так, ну, осоловевшие, и говорит, а у вас ноги кривые, она, ну и что, а я завтра буду трезвый. То есть, тут такие два фактора, то есть, вот этот срач можно убрать, как у этого алкаша, то есть, он может протрезветь, а кривые ноги, грубо говоря, как у этой женщины, уже не исправить, в принципе. Так и тут, нас пытаются уколоть люди, ну, как бы, насчёт срача, потому что не могут уколоть в тех недостатках указать, которые имеют сами. То есть, простая там, ну, утрированно говоря, какие-то человеческие факторы, которых у них нет, они в нас видят и пытаются зацепить хотя бы за это. Досрач, ребят, но это можно убрать, я не знаю, насколько внятно это рассказал, но, ой, но я попытался, ладно. Жарко, жарко, жарко. Гляньте, как жарко зайцам. Жара несусветная. Воды, воды у них на лето, и вроде в теньке, и вроде ветерок тут, ну, проскальзывает, но жара изматывающая, конечно, для животных очень тяжело. Ну что, ребята, сейчас показываем, что у нас получилось, и приступаем к следующей не менее важной миссии. Так, дорожка, 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 дорожка. Тут еще замести. Самое главное, ребят, вот это вот. После того, что было, понятно, что непорядок, и ноги выпрямились не совсем сильно, но красота неописуема. А сейчас надо испытать ту самую пресловутую насадку, которую надо было испытать давно, наверное. Опа. 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 Лески больше нет. Остался небольшой кусочек, но тут у меня теперь все выкошено. Вот это еще, но это в расчет не бралось. Хотел выкосить только вот эту половину, где непосредственно ходим, но даже с этим постигла неудача. Леску я, конечно, куплю и докашу, но смысл был в видео, не знаю, в прелюдии истории в том, чтобы испытать эту насадку, которая зарекомендовала себя очень хорошо. Единственное, что менять леску приходится чаще, чем в катушке. Катушке же так, клац, и она помчала дальше, но зато вставлять ее сюда гораздо проще. Чаще, но... Так, ребят, ну а теперь, наверное, хотелось бы все это немного подытожить, но сейчас, исходя из жары, которая настигла, поработав, весь покрылся пылью, сейчас окунусь в бассейн, и оттуда будем ввести дальнейший наш репортаж, ну если так можно это назвать. Желко! Ботан! Тут в воде как хорошо, но в воде как холодно! Раз, два, три! Ааа! Ааа! Блэй! Ааа! Все! Все! Ха-ха! Шоу! Ааа! Ой! Ребят, ну бодрит! Сказано, не сказано, но вот эти были у нас ветра, поэтому, видите, нанесло в бассейн не сказано, не сказано много мусора. Блядь! Совочек, конечно, надо вот этот, или как, чуть-чуть побольше. Ай, ладно. Это всё потом, ребят. Ляпота! Ох! Кстати, ребят, вода вообще не зацвела, благодаря зелёнке. Появился, конечно, вот это листва, мусор, но фильтров нет. Опа! И в силу чистоты воды, потому что тут нет никакой химии, ну завелась всякие жучки-паучки, вот эти плавунцы, ну это всё фигня. Теперь по существу. Ребят, в общем, руку с пульса не убираем, мы как бы не просто там теряемся. Много всяких дел, справок, документов, всё это собирается, всё это передаётся в соответствующие органы, то есть дело идёт должным образом. Что из этого получится, мы пока как бы не знаем, но прикладываем все имеющиеся у нас силы, как и говорилось, как предполагалось. Ну а результат, я думаю, не заставит себя ждать, но процедура не быстрая, поэтому ну придётся немного подождать, поэтому пока что будут обычные видео, ну по мере появления информации, будем соответственно вас информировать, ну а пока, пока что так. Хорошо всё-таки бить бассейн в личном подворье, не сказано, освежает, бодрит, придаёт энергии, тонус, в принципе только положительные эмоции, единственное, что практически жары в этом году не было, она появилась только сейчас и большой вопрос, надолго ли. Ну а на этом, ребятки, всем пока, добра, хорошего настроения, любим, скучаем, ждём, пишите комментарии, оценивайте лайками, дизлайками, оставайтесь с нами, ждите следующего видео и до скорой встречи, ребятки, пока. Ну а те, кто всякую херню пишет, вам того же и в два раза больше, пока. Субтитры сделал DimaTorzok